В лесу Муромского района неизвестные выбросили детские игрушки, вещи и предметы гигиены. На свалку внушительных размеров в конце прошлой недели обратили внимание дачники. Они обратились к общественникам и в местные СМИ. Как сообщают наши коллеги из Муромского Меридиана, которые выезжали на место, видно, что вещи выбросили совсем недавно. Большинство выглядят совсем новыми и даже запакованы в тюки. Игрушки, подгузники, пеленки и одежда свалены в три большие кучи. Площадь каждой около 20-30 квадратных метров. Кому предназначался груз и почему он так и не дошел до нуждающихся, пока неизвестно. Версии разные. Местные власти и волонтеры заверили, что в последнее время такую гуманитарку не собирали и не отправляли. Кроме того, ответственные за сбор вещей всегда отслеживают, получают ли помощь адресаты. Так как устранением свалок в лесных массивах занимается лесничество, данная информация будет до них доведена, а мы со своей стороны окажем всяческое содействие. Возмущены находкой не только местные жители. Кому, а главное, зачем понадобилось собирать, а потом просто выбрасывать столько вещей, попытаются выяснить и общественники из Народного фронта. О свалке из игрушек они узнали от жителей села Бориса Глеб. Вещи выбросили примерно в трех километрах от этого населенного пункта и в 80 метрах от трассы М7. Версия общественников такая. Предположительно, неизвестные нерадивые общественники собирали помощь для переселенцев с новых территорий, но по неизвестным причинам решили избавиться от вещей. Во времена, когда детские вещи нужны людям не только жителям новых территорий, но и малоимущим семьям, подобный акт вандализма недопустим. Мы берем ситуацию с кладбищем детских вещей на контроль, будем разбираться и обращаться в надлежащие органы. Пока в деталях истории пытаются разобраться и найти ответственных, некоторые жители потихоньку начинают разбирать вещи, которые получше, потому что в лесу они просто пропадут. Чем завершится эта история и найдут ли ответственных, мы будем следить за ситуацией.